МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадо и компания Гомель, у студии працуя Наталья Ихнаценко. Глядите ух этим выпуском. Нарыхтовка Восиньска-Гаураджаю у самом разгаре. Наши корреспонденты побывали на Мазырской городской фабрице. Безумовная каштоунасть життя. Сёння Межнародный день прадухиления самозабойства. Скарбница народного гумору. Артыста уз пяти краин на наступных выходных зберэ фестываль Аутюки. А зараза б гэтым іншым больш падрабязна. Пачынаем выпуск звеншаванне наших спортсменок. Нагадаем выникам Чемпионату света у пасучасным пятиборги, які проходзеу у Будапеште, стало завоеванне беларускай командой трох медалёв. Золотая узнагорода у особистым першинстве у гумельчанки Вольги Силкіной. Перша месца и у жанучшей команды, у составе якой яшчы одна представница нашага региона – Ирына Прасянцова. Датаго ж на рахунку дзявчин уже две олимпийские лицензии для беларускай сборной. С досягненнями спортсменок повиншаваў старшыня Гумельского областного выканавчага комітета Геннадь Соловей. Йон адзначаў – ваш поспех став махчымым, дзякуючы упартасти, працавітасти і мкненню да махчыся жаданай мэты. Учарговый раз вы доказали, што гумельская земля багатая талиновитыми спортсменами. Примейте мае веншаванні і пожаданні здоров'я, поспіху і новых перамох. Веру, што і у далейшым вы будете достойна працтавляць нашу краіну і Гумельскую в область на міжнародным узроўні і ашчы не раз порадуеце нас сваімі высокіми выніками ў абраным віде спорту. Веншаванні старшыня Аблвы Конкама таксама адрасаваў трэнерам спортсменок. До інших тем. Сельско-господарчае прадприємствы па вырошуванні Гародніны пераглежуваўт структуру посялных площав і адмавляюцца одні каторых культур. У прыватнасті у спіс нерэнтабільных трапляюць гуркі. Аб гэтым нашым корэспандентам поведаміли на Мазырской Гародніной фабрыце. Зато і ставка на вырошуванне помідоров сябі повнастю апраудала. Падрабязнасті ў наступным матеріяля. Самы вялікі ўраджаў Гародніны на Мазырской фабрыце отрымалі ў 2015 годзі – 1290 тонн. Сё літа кажуць, будзе менш, але не нашмат. Правда, цяпер і структура посялных площав крыху іншае. Пасля аналізу сітуацій на рэнку і падліку отрыманга прыбытку, ў господарцы вырошылі практична полнастю адмовіцца ад гурков. Калі ў початку года іх вырошування яшы приносить някий доход. То сярэдзіны лето – толькі страты. Рынок просто перенасычыны продукцій. Першы обороты гурца доволі таки выгодны. Получается, там среднерелізаційна цена доволі таки высокая. По этому году составила по нашому предприятию рубль 20. По второму обороту становися невыгодны, потому что население видно, ну, свой гурец появляется, в ринке получается, с личных подсобных хозяйств попадает гурец, і цена очень низко опускается. Поэтому нами было принято решение, что больше уделить внимание томату. По томату урожай такой же, а цена держится заметно выше. Ставка на вырошування помидоров у теплицах себе полностью оправдала. Навод при значных затратах на теплую энергию предприємство усе ровно отримливае прибыток. Проблем з реалізацією так само нема. От власной гандлёвой сетки до приватных и державных крам. А так само у стану адукации. При тым, что усе помидоры отримливаються экологично чистыми, на беларуских фабриках боротьбу со шкодниками ведуть переважно биологичными методами. По урожайності на сьогоднішній день мы от прежніх годов не отстаём. Но просто был такой июнь, хорошие сборы, июль чуть меньше, август опять пошли вверх. Очень хорошие получили за август 8 кг с квадратного метра. Это для нашей теплицы, это много. На Мазырской Гарудніной фабрице кажуть, что с початком проведення сельскох спадарших кермашов цены на продукцию знизяться. При тым, что и они и так не вельми высокие. Особливо гэта тычыца капусты, морквы и цыбули, які вырушуються у открытым грунте. Калі б кажуть, неуласная гандлёвая сетка, гэтымі культурами лепш было бы не займацца. Оптовые покупники сёліта пропанують такие закупочные цены, что о прибытках размова уже не идти. Если перевести на оптовые цены, то, конечно, цена совсем никуда не годится. Если так на сегодняшний день озвучить, то капуста стоит 25 копеек. Своей рознице мы продаём по 50 копеек. Соответственно, если при такой цене торговать по опту, то мы выручки достойные не получим. Естественно, оно не окупится. Олег Синцюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенка, телерадиокампания «Гумель», Мазырский район. Протягиваем выпуск. Сё не означается Международный день продухеления самозабойствов. Сучасный рытм життя и працы, а так само многие субъективные факторы, приводясь до того, что человек по сутности здесняет злочинство супрайт самого себе. Тему протягне Олег Синцюрову. Суицид – проблема глобальная. Огольная колькость сетемародных выпадков по этой причине наближается до одного миллиона угод. Правда, и эта лишь бы не для строя реальной ситуации. У специалистов со светной организацией ахого здоровья практически отсутничают даджинные по Африце. Сумное першинство належит краинам у Сходной Европы. Найменьшие показчики у Латинской Америки и исламских державах. У уголь за пушный час у свете створена целая система продухеления самозабойствов. Непосредственно у Беларуси к этой проблеме займаются працанники самых разных профессий, от школьных психологов до супрацанников милиции. А про чатах во всех городах есть так званые телефоны доверия, по яких можно рассказать об своих проблемах. У Гомеля линия, створенная у психиатричной больницы, просуя круглосуточно. Только летость по номеру 31-51-61 принята 6700 звонков. Это шмат, а медики переконаны, когда человек выросил поведомить о своей проблеме, и это уже добро, значит, и он споделиться надо помогу. Далее, и она в таких выпадках анонимная. Если он уже в любом случае звонит на телефон доверия, то это сигнал о том, что спасите, то есть помогите. То есть даже если он говорит, что я вот сделаю это, то есть если он звонит, это всегда сос, это всегда просьба о помощи. То есть коллеги работают до последнего, уже до того, не отпуская его, то есть до того момента, как не приедет помощь. Основная причина, якая промышляю людей, зейснеть суицид, депрессия у некого проблемы в взаимодноситых с родными. Некто трапил у тяжкая материальная становища, те отрымал инвалидность. Специалисты кажут, что, звычайно, до фатального кроку людей подчеркнувая одразу некакие подставы. Когда выделить наибольшь небезпечные периоды, то это у взрослого категории до 20-ти годов, из-вышь 40-ка. После 40-ка у людей случается изменение отношений к самому себе, отношений к миру. И, конечно же, недовольны тем, что происходит в их жизни. Естественно, конечно, без помощи специалистов в этом сложно разобраться. Для большинства людей гармония – это тогда, когда у них есть семья, у них есть дети, родные. И у них получается с работой, получается с отношениями с людьми. Специалисты уповнены. Суицид можно продуфилить. Головно знать, что все проблемы носят часовый характер и не бояться звернуться под опомогу. Необходно быть уважливым до близких людей и особливо до детей. Олег Синтеров, Валерий Копанько, телерадио «Компания Гомель». Сегодня у Беларуси завершилась масштабная республиканская акция «Один и день безпеки». За час ее проведения только в нашем регионе прошли сотни профилактичных мероприемствов. Вучения, эвакуации, сустреча с прационными коллективами и навученцами, театрализованные представления для детей, квесты и дни открытых дверей. Финальную кропку в декаде безпеки сегодня поставили навучениях в областном центре. Импровизованное узгорание отбулося в буйном гандлевом центре. Тренировка на реагирование в надзвучайной ситуации прошла належным чином. Наведвальники и супрационники центра худко, однако, без паники, вышли на улицу. Далее за справу взялись вратовальники. Потерпелых найти и вынести с зоны поражения. Пожар ликвидовать. На протяжении целой декады с 1 по 10 сентября в республике проходил Единый день безопасности. В каждом районе Гомельской области проводились профилактические мероприятия, направленные на профилактику безопасности жизнедеятельности. Благодаря консолидации усилий всех заинтересованных субъектов профилактики, общественных организаций и простых граждан, мы сможем добиться результатов в основе безопасности жизнедеятельности нашего населения. С оправдой, только с уместными намаганиями усих заинтересованных ведомств махчима сформировать культуру безопасных поводинов в грамадстве. Поэтому акция «Одинный день безопасности» обовязково повторится. В планах проводить ее несколько разов в год. И до новинок культурного життя региона. 14 веросяня в Калинковицком районе пройдет 9-й республиканский фестиваль народного гумора «Аутюки». Как чекается, в делу им примут делегации из других областей Беларуси, а так само России, Украины, Молдовы и Балхары. Первый Аутюковский фестиваль пройшел в 1995 году. Штуршком для его проведения послужило выдание книги белорусского письменника гоноролога грамадянина Калинковицкого района Владимира Липского Аутюковцы. Фест народного гумора проводят Министерство культуры Беларуси, Гомельский облывыконка и районный выканавчий комитет. При этом каждый раз организаторы мкнутся подрыхтовать нечто новое. Так, селита пачатком фестивалю станет открытие Аутюковского глобуса. Гатая падея отбудется 14 вересня в 10-1-30 хвилин раницы. У программе свято так само разнастайные веселые конкурсы, сельско-хосподарчая лотерея, представление народных обрадов, продаж продукции рамесников. Открытие Аутюковского глобуса. Я думаю, что обязательно каждый гость найдет на Аутюковском глобусе место, куда он захочет приехать. И, конечно, это будут земельные участки. Земельные участки, которые аутюковцы с присущей им радостью, весельем будут продавать. Будут работать обязательно и спортивные площадки. Причем, хочу сказать, что Олимпийские гульни Аутюков это особое. Вы приходите, и каждый участник найдет для себя интересное занятие. Швенданне по подворках. Вы будете ходить по подворьям, где вас будут встречать, где вы никогда не уйдете без подарка, без шутки. И, конечно, не стоит обижаться на шутки колосков и калинок. Поэтому Аутюки это место, где можно отдохнуть, обязательно прокатиться на ретровых драндулетах. Аутюковские драндулеты это суперские машины, на которых, я уверена, вы никогда не ездили. Ну, конечно, ретроавтомобили будут, но драндулеты это особое место. Поэтому приезжайте, отдыхайте, веселитесь и радуйтесь жизни в наших белорусских Аутюках. 14 февраля Гомеля значат свой 877 день народжения. На это раз основные мероприемства разгорнутся на набережной раке СОЖ. Вокле святочные пляцовки будут працовать во всех районах города. Каля Ледового палаца в центральном районе пройдет мяс молфест. В советском районе свято разгорнется на улице Мележа, в Чугуночном на проспекте космонавтов, в Новобелецком в зоне отпочинку пруды. Але самая видовичная частка программы отбудется на набережной раке СОЖ. Тут будут працавать интерактивные зоны, пройдут кулинарный батл и рыцарский турнир, творчие выступления. Открытие дня Гомеля 2019 заплановано на 11 годин ранецы. Я думаю, что нашим гомельчанам и горожанам и гостям понравится открытие праздника, потому что это будет массовое театрализованное представление с историческим взглядом на то, как город сегодня живет, процветает, как он развивается. Заканчиваем массовой композицией в бутоне раскрывающей 180 студентов делают общую композицию розу, где будет пафосно это представлено. Поэтому ждем, приходите. Даречи, про подрухтовку города до свято. Завтра пойдет размова в программе Деалог. Гость студии старшиня гомельского Гарвы Канкама Петр Кириченко. Глядите Деалог в программе эфиры на телеканале Беларусь 4 в 19.20. Номер телефона в студии 34 20 43 номер вайбера 340 043 3. Познайомиться с творчостью знакомитого испанского мастака Пабло Пикасо зараз можно в картинной галереи Гаурила Вашенки. В першине в Беларуси тут экспонуется выстава литографии «Параграф». Больше 60 работ собраны из приватных коллекций Германии Бельгии и Франции. Среди них серый блакитный колер Барселоны Папье Кале Война Эмир Торас и Тарерас Экспозиция адлюстровая основные этапы творчости мастера ранние блакитные переды аналитичный и синтетичный кубизм. Особную залу присвятили знакомитому шедевру Герника. У 1937 годе гэтае мастэчка было разбурана фашистской авиаціей. У ягу Гонор Пикассо написал велизарное полотно с однойменной назвой. На выставе представлены весь шлях в створениях этой вострой социально-политичной картины в 37 эскизах. А кроме того, в экспозицию включена серая жаночных портретов от выдатных ликов с захованием классичных пропорций до сюрреалистичных литерально зламанных начастки. Литографии представлены под музейным шклом, якое дозволяя выразно это один из видов печатной графики. Это способ художнику создать целый ряд копий своих работ. Но, так как тираж лимитирован, так как делается это самим автором, то ценность их значительно выше, чем просто копии. Это все официальное издание, сделанное при жизни художника. Экспонаты дополнены информационными стендами про жизнь и творчий шлях знак митых Мастака. Убачить литографии Пабло Пикасо можно до 27 Кастричника. Это и а так и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomil.by На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры. Де факто на телеканале Беларусь 4 Гомель в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Одно столкновение двое пострадавших сегодня в Гомеле на улице Ефремова. Легковой автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов. Пострадали пенсионерка и 19-летняя девушка. Автомобилем быстрого реагирования скорой медицинской помощи они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Авария случилась на пересечении улиц Ефремова и героев подпольщиков в 9.30 утра. 25-летний водитель автомобиля Opel выполняя левый поворот не заметил автомашину с Жигули которая двигалась навстречу. Водитель пятерки начал уходить от столкновения зацепил Opel по касательной и выехал на тротуар. Чтобы избежать наезда на людей вывернул руль влево но машина вошла в неуправляемый занос а после этого врезалась в осветительную опору сбив двух человек. От удара в автомобиль оторвало заднее колесо и унесло его на другую сторону дороги метров на сто. Мусорный бак который стоял у столба отлетел к остановке а Жигули после этой аварии уже не подлежат восстановлению. Сложно представить какой удар испытали молодая девушка и 65-летняя женщина которые в момент наезда находились у края проезжей части и ожидали зеленого сигнала светофора чтобы перейти дорогу. Пострадали два пешехода женщины которые с различными травмами доставлены в учреждение здравоохранения. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. При проезде перекрестков особенно при повороте налево водителям нужно быть предельно внимательным посмотреть на встречном направлении движется ли транспорт убедиться в том что в встречном направлении нет автомобиля и только тогда осуществлять поворот налево. Трактор и три прицепа Глушковича Лельческого района сообщение о пожаре поступило вечером. Огонь охватил сначала прицепы а затем и сам трактор МТЗ-82. В результате техника уничтожена как и одна тонна соломы которую трактор вез на агропредприятие Заря Полесья. Как сообщили в МЧС причиной пожара могла послужить искра из выхлопной трубы. Крупная контрабанда в новой рудне. Беларусь пытался ввести в страну 25 тысяч ампул анаболических стероидов. Десятки коробок с препаратами были спрятаны в микроавтобусе Мерседес. 36-летний мужчина ехал из Украины. На пограничном пункте пропуска новая рудня он проходил по зеленому коридору. На вопросы сотрудников таможенных органов ответил, что запрещенки не перевозят. Однако при проведении осмотра автомобиля под спальной полкой и за спинкой спального сидения таможенники обнаружили тайники, в которых находились картонные коробки с маркировкой анаболические стероиды. Общее количество выявленного товара составило 90 картонных коробок, в которых находились более 25 тысяч стеклянных ампул емкостью 1 мл каждая. По предварительной оценке стоимость товара составила более 80 тысяч евро. В Гомельской таможне проводятся проверочные мероприятия. К этому часу это все новости о происшествиях нашего региона. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Дмитрий Бальков бронзовый медалист чемпионата Европы по боксу среди молодежи. Турнир проходит в Болгарии. В полуфинале весовой категории до 60 килограммов Мазырянин проиграл россиянину Усману Магомадову. Таким образом Дмитрий Бальков стал обладателем бронзовой награды. Еще одна бронза континентального первенства на счету могилевчанина 25 и 29 сентября женская сборная Беларуси по гандболу проведет поединки отбора на чемпионат Европы 2020 года. Подготовку к матчам евроквалификации белорусские начнут 20 сентября. В списке участниц учебно-тренировочного сбора 18 гандболисток. Гомель представит 7 игроков. Это голкипер Юлия Кунцевич, а также полевые Наталья Котина, Ирина Дронова, Екатерина Селицкая, Татьяна Цирибко, Наталья Гесть и Ирина Мокот. Еще одна гомельчанка в числе резервисток. Это Кристина Охраменко. 25 сентября команда Томожа Чаттера сыграет в гостях со сборной Германии. Затем 29 сентября в Минске предстоит матч против славянских гонболисток. Мужская команда гонбольного клуба Гомель отправляется в Брест. Подопечным Сергея Цыганкова завтра предстоит поединок против действующего чемпиона страны БГК имени Мешкова. Гомельчанам придется нелегко. Брещане явно расстроены недавним поражением от столичного СКА. За матчем в прямом эфире можно будет следить на сайте Белорусской Федерации Гандбола. Завтра состоятся очередные поединки в хоккейной париматче Экстралиге. К нам пожалуют команды из Гродненской области. Хоккейный клуб Гомель встретится с Гродненским Неманом. Матч пройдет на арене Гомельского ледового дворца начало в 19.00. Параллельно в Жлобине сойдутся «Металлург» и «Лида». На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».